В 2020 году программа обучения предпенсионеров расширяет возможности. Освоить новую профессию теперь можно из 50 лет. При этом, как полагается студентам, будут выплачивать стипендию. Освоить новую профессию, когда тебе за 50 и устроиться на работу. Что это реально, доказали более полутора тысяч предпенсионеров в прошлом году. Статистика центра занятости показывает, более 98% обученных в 2019 нашли свое место на рынке труда. А это одна из главных целей программы. В 2020 году она расширяется. Сертификат на переобучение теперь смогут получить не только предпенсионеры, но и те, кому 50 и старше. С 2020 года для лиц 50 лет и старше добавляются такие услуги, как обучение за пределами Чувашской республики, чтобы вы знали, учебные заведения. Оплачивается проезд до места обучения и обратно в размере 10 тысяч рублей. Проживание – 1100 рублей в сутки, но не более 33 тысяч рублей в течение месяца. И суточные – порядка 100 рублей в сутки. Средства на организацию профессионального обучения возрастных сотрудников предоставляют Федерация и Регион. Программа – часть федерального проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин. Проект направлен на то, чтобы люди предпенсионного возраста стали конкурентными на рынке труда. Сам национальный проект, он расширяется. Расширяется в возможностях граждан в получении образования. Тем самым мы достигаем самое главное – отсутствие дискриминации лиц старшего возраста, их более уверенное самочувствие на рынке труда. Ну и, кроме того, повышается их мобильность. Они действительно мобильные, они могут выбирать эту специальность, а иногда даже круто ее менять. Изменить свою квалификацию могут и мамы в декрете. Все по тому же нацпроекту «Демография». Бесплатно помогают переобучиться мамам в декрете и тем, у кого дети дошкольники. Как и предпенсионерам, незанятым женщинам полагается стипендия. На их профессиональное обучение в 2020-м выделено более 19 миллионов рублей. Для профобучения старшего поколения – почти 40 миллионов. С профессиональными учебными заведениями сотрудничает Центр занятости населения Чебоксар. Соглашения заключены с 20 образовательными организациями. На выбор – более 80 профессий. Продолжение следует...